Здравствуйте, уважаемая комиссия! Тема моего депутатного проекта это интерактивные данные книги по мотивам произведения Италии Ильянки «Кто чем пойдет?» Продекарств все читали в детстве это произведение. Кто не знает, я хочу напомнить, что действие этого рассказа происходит в лесу. Писатель рассказывает о разных животных, которые создают звуки, которые похожи на муж. Всего в книге восемь персонажей это восемь животных. Вы знаете, что процесс ознакомления детей с окружающим миром и вообще отмечения детей это очень сложный процесс, потому что в силу двух водоросля они иногда бывают не очень засечивания получения информации. И сейчас, благодаря новым технологиям, родители в помощь получают . Без тебя есть? Я думаю, что это шум. Это просено. Продолжение следует... Продолжение следует... И поэтому, благодаря технологиям, которые сейчас существуют, родителям для обращения детей приходят на помощь планшеты и, следовательно, интерактивные издания и приложения. Своё интерактивное приложение я сделала по мотивам произведения Виталии Брянки. Это очень повёртвое, просто так. Потому что я считаю, что ребёнку маленькому очень важно любить природу. А чтобы любить природу, нужно её знать. И как раз Виталий Брянки в своём произведении хотел нам это донести. Сейчас я расскажу про структуру своего приложения. Структура моего приложения состоит из трёх режимов. Это режим читаю, слушаю и играю. Они совершенно разные по своей структуре. Всего в моём приложении 8 локаций, которые соответствуют 8 животным из произведения. Но также есть ещё одна локация. Это главная страница приложения. На данном слайде изображено меню. Это первая картинка. И вторая картинка. Это как раз-таки главная страница. Дальше идут как раз-таки локации, которые соответствуют животным из данного произведения. Первая это по тексту лягушки, которые в пруду. Потом хайст, выль, дятел, жук, шмель, срача и бекас. Прежде чем приступить к своему проекту, мы прорабатывали навигацию. Это кнопки и режимы книги. Основным элементом был выбор круг, потому что он лакомичный и больше всего подходит к рисованным администрациям данного издания. Это все кнопки произведения и режимы книги. Первый читаю, слушаю и играю. Изначально мы хотели сделать эти кнопки с шрифтом, но впоследствии решили, что все-таки маленький ребенок будет лучше воспринимать картинку. Теперь я вам говорю о режимах книги. Первый режим — это читаю. Здесь происходит переход последователей, как в тексте, по локациям. С помощью кнопок «Вперед» и «Назад» с главной страницы. Следующий режим — это режим слушаю. Он служит для того, чтобы, к примеру, мама могла включать своему ребенку на ночь произведение и заниматься своими делами. Произведение идет последовательно по тексту, и диктор читает свои слова. Также можно отключить, нажав на кнопку музыки диктора, или нажать на текст, включить текст. И последний режим моей книги — «Играю». Здесь совершенно другой переход по локациям. Он переходит к главной странице. Ребенка сам может нажимать на области и в соответствии с данными областями переходить на соответствующую локацию. То есть, если это область, где озеро, он переходит к лягушке, а область, где цветок — к шмелю и к стараче. И дальше происходит переход на локацию, где, нажав на кнопку текста, всплывает окно с игрой, и он должен пройти в какие-то мини-игры. Здесь я показывала блоки текстовые. Это, например, если нажать на кнопку настройки, всплывает окно, где показаны настройки книги, и рассказаны, как взаимодействовать с ней. Также всплывает текстовой блок, если нажать на кнопку текста, и всплывают закладки, по которым можно переходить на любую локацию, если нажать на кнопку «Закладки». Модульные сетки. Перед тем, как сделать все издание, мы проработали модульные сетки, по которым строились мои миграционные кнопки. Эта модульная сетка была выбрана не просто так, мы хотели добиться того, чтобы кнопка не мешала восприятию маленького читателя в данном произведении. Это тоже модульные сетки, где располагается текст. Взаимодействие. Взаимодействие в моем приложении происходит путем нажатия на разные интерактивные области, будь то цветок или дерево, но ребенок сам должен исследовать область. При этом происходит либо движение, либо персонаж издает определенный сбок. Это просто фотография цветет. Я, к сожалению, не разработчик, не смогла сделать видео, как это все будет работать, но в последний момент у меня получилось сделать пару слайдов, и я могу показать на планшете. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...